Так, девочки, мальчики, на меня все глазки поднимаем. Давайте мы сейчас все с вами выйдем на коврик и немножко поиграем. Все сюда выходим, за ручки все беремся, делаем большой кружок. И сейчас мы с вами надуем пузырь. Давайте все вместе говорим. Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой. Когда я стал детские сады обзванивать в поиске работы, то, видимо, мой голос мужской слышали и считали, ну, или опасались чего-то. И поэтому говорили, что в садике как бы воспитатели не требуются. Даже то, чтобы запрести косы или хвостики сделать, да, это было трудно. Но хвостики еще не очень хорошо, а хвостики как бы уже делаю, уже без проблем, девочкам. Если как бы требуется проявить строгость, то я ребенка сажаю на стульчик, вот, рядом с ним сажусь, именно чтобы вот лицо ребенка было вот на уровне моего лица. Мы с ним о его поступке беседуем, разговариваем, но потом ребенок идет играть. Ну, я думаю, что преимущество воспитателя мужчины перед воспитателем женщины в том, что дети, особенно мальчишки, мне кажется, слушаются лучше и меньше шалят, чем при женщине-воспитателе. Ну, такой был случай, когда меня поставили на среднюю группу, это дети 4-5 лет. Первый раз дети стали заходить. Кто-то заходил сразу в группу спокойно, кто-то немножко так, с опаской. Помню, одна девочка в группу, ну, она меня увидела в раздевалке, в группу заходит и как-то старается идти ближе к стеночке, так, бочком-бочком в группу заходила и на меня все смотрела с опаской, вот. А потом уже недели через две она стала говорить всем, что я ее любимый воспитатель. Ну, когда только пришел в детский сад работать, то самое сложное, конечно, было детей организовать. То есть, организовать большое количество детей. Вот, ну, а сейчас, что самое сложное, ну, мне кажется, уже сложного, как бы, уже такого ничего нет. То есть, уже все пути, кстати, уже такие пройдены, сложные.